Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение южноуральцам, которые подозревались в похищении и убийстве предпринимателя из Магнитогорска. Напомним, по версии следствия, в мае прошлого года четверо мужчин, Евгений Макорин, Константин Андреев, Рустам Насыров и Рамиль Хасанов, подкараулили коммерсанта у подъезда, заковали жертву в наручники и нанесли 37 ножевых ранений. Момент расправы над предпринимателем сняла камера наблюдения. Во время потасовки бизнесмен стянул с одного из налетчиков маску. Это обстоятельство и помогло выйти на след обидчиков. Подозреваемых задержали спустя сутки. Среди них оказался бывший работник Федеральной службы исполнения наказания. По данному факту, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, убийства. Убить человека, по версии следствия, они согласились за 850 тысяч рублей. Как считают служители закона, в 2012 году заказчик убийства и потерпевший организовали совместное предприятие. Позже между ними возник конфликт из-за распределения прибыли. И, видимо, тогда компаньон решил убрать партнера. Орудовали обвиняемые в форме, схожей с форменным обмундированием сотрудников правоохранительных органов. Передвигались на автомобиле с украденным с другой машиной регистрационным номером. На жертву напали у дома, потерпевший смог вырваться и забежать в подъезд, но убийцы догнали его и зарезали. И вот прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение сразу по четырем статьям Уголовного кодекса. Сейчас весь квартет дожидается суда в СИЗО. Продолжение следует...